В этом видео продолжаем разбирать топ-10 акций роста США. Всем привет! Это вторая часть видео про топ-10 акций роста США. Ссылка на предыдущую часть этого видео сейчас появится в правом верхнем углу, поэтому если вы по какой-то причине не видели предыдущую часть, то кликайте по ссылке в правом верхнем углу, посмотрите и потом возвращайте сюда. В этом видео мы будем разбирать оставшиеся 5 компаний. Еще я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую большое количество интересной информации по рынку. Это новости компаний, новости экономики, а также свои обзоры отчетов, обзоры компаний и отраслей. Так что обязательно подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Следующая компания из нашего списка это Vertex Pharmaceuticals. Компания сектора Healthcare. Занимается она биотехнологиями, это биотех, капитализация 70 миллиардов. Чем занимается компания Vertex? Она занимается разработкой препаратов для лечения муковицидоза. Это достаточно серьезное наследственное заболевание, которое приводит к дисфункции желез внешней секреции и органов дыхания. И компания является одним из лидеров в лечении этого заболевания. Стандарты лечения муковицидоза Vertex, они являются стандартами во всем мире, и это что-то дозначит. Также компания занимается разработкой препаратов от рака, воспалений, от гриппа. И здесь мы видим на графике достаточно интересную картину. Падение цены акции Vertex с 280 долларов до 220. Чем это обусловлено, мы сейчас тоже поговорим. Сначала посмотрим на показатели. Рост выручки последние 5 лет 48%, согласитесь, значительно. Рост прибыли на акцию последние 5 лет 28%, тоже здорово. И прогноз темпов роста прибыли на акцию в следующие 5 лет 25%. Мне кажется, достаточно солидные показатели. Но вот по P на E компания стоит 20. Форвардная P на E 18,5. АПЕК соотношение Price to Earnings to Growth к росту 0,82. А это значит, что на текущий момент это сейчас самая дешевая компания из нашего списка. Давайте пару слов о том, почему компания так резко и сильно упала. Это связано с одним из ее препаратов под названием VX814. Они начали проводить, соответственно, испытания этого препарата. И препарат вызвал поражение печени. Хотя, на самом деле, такие случаи случаются достаточно часто. То есть, многие медицинские препараты, они вот вызывают именно вот эту вот проблему с поражением печени. То есть, это не какой-то там единичный случай именно у Vertex. Это достаточно распространенное явление. Но, тут что нужно заметить. Первая вещь. У Vertex есть другой препарат VX864, который этот препарат VX814 может заменить. И первые результаты ожидаются в первом полугодии 2021 года. То есть, компания сделала ставку не на один препарат, а на несколько препаратов. И первый из них ожидается в первом полугодии 2021 года. То есть, в принципе, вот это вот падение в случае удачных результатов, оно может быть отыграно вверх. Кроме того, у Vertex есть еще и дополнительные препараты для решения той же самой проблемы, которую решают VX814 и VX864. Но, они сейчас находятся на очень ранних стадиях, но, тем не менее, они есть. То есть, Vertex разрабатывает сразу несколько препаратов. Поэтому, пока проблемы с одним препаратом, они не говорят нам о том, что проект по решению вот этой вот проблемы, он будет полностью провален. По этой причине, мне кажется, что вот это вот падение с 280 на 200, оно было слишком переоценено. Оно было слишком сильным, поскольку у компании растет выручка, прибыль, у нее хорошая маржинальность. У нее и так уже есть достаточно серьезные препараты, один из которых называется Трикавта, выручка от которого и прибыль до сих пор растут. То есть, у Vertex на самом деле достаточно обширный набор препаратов. И они не только являются лидерами в лечении муковисцидоза, но они лечат и другие заболевания. Поэтому, я считаю, что вот это вот падение было неоправданным, и на этом падении акция Vertex я докупил себе в портфель. И давайте посмотрим на показатели. Очевидно, что с балансом никаких проблем нет. Нет. Смотрите, кэш перекрывает долг в 11 раз. Ну, то есть, кэш у компании огромная сумма. Equity to asset. Закредитованность у нас низкая. То есть, соотношение капитала к активам 72%, соответственно, закредитованность 28% очень низкая. Debt и EBITDA 0.18. Это просто смешно. И interest coverage 47.69. То есть, у компании фактически нет никаких долгов. У нее просто куча вот этого кэша на балансе. Давайте посмотрим на рост выручки. И тут у нас такая интересная ситуация, что у нас был скачок выручки в 2011 году. Потом было падение выручки. Но с 2015 года выручка компании достаточно неплохо росла. Темпами 30, 40, 20, 60, 70% год к году. То есть, темпы роста достаточно впечатляющие. Давайте посмотрим на операционную прибыль. По операционной прибыли компания долгое время работала в минус. Но с 2017 года начала работать в плюс. И тут у нас пошел достаточно серьезный рост по операционной прибыли. Но вот этот момент тоже нужно учитывать. Но нужно понимать, что на текущий момент компания уже имеет достаточно хорошие денежные потоки. И давайте посмотрим на чистую прибыль. По чистой прибыли то же самое. Долгое время мы работали в минус. Тут у нас был большой скачок. И тут мы уже начали зарабатывать деньги. И посмотрим на маржинальность компании. Маржинальность компании валовая очень высокая. Смотрите, на уровне 90%. Операционная маржа тоже вот здесь вот уже пошла достаточно высокая. На уровне 25-40%. Естественно, когда компания работала в минус, здесь отрицательная маржинальность была. А тут уже операционная маржа 40%. И чистая маржа, внимание, 44%. 45% чистая маржа. То есть по текущим денежным потокам компания на каждые 100 долларов выручки имеет 45 долларов чистой прибыли. Честно скажу, это просто феноменальный показатель. Понятное дело, что это все не совсем честно. И прям так смотреть нельзя. Потому что долгое время они в минус работали. Сейчас они получили патент. И этот патент какое-то время будет работать, давать им деньги. Но пока это так, показатели у них шикарные. Рентабельность капитала 40%. Суперэффективная компания. Сверхэффективная. Рентабельность активов 29%. На каждые 100 долларов активов компания зарабатывает 29 баксов. Мне кажется, это очень круто. Все показатели компании мне очень нравятся. И эту компанию нам предлагают купить всего лишь за 20,7 P на E. Форвардные P на E чуть ниже. С темпами роста прибыли на акцию в следующие 5 лет 25%. С пэгом 0,82. Что показывает, что компания недооцененная с учетом текущих прогнозов. И с таргетом 288. То есть таргет закладывает то, что мы сюда вернемся. Поэтому я на этом вот падении купил. Итак, к плюсам компании Vertex можно отнести отличный баланс. Растущую выручку. Очень высокую маржу. Очень высокую рентабельность активов и капитала. Бумага относительно своих показателей сейчас очень дешевая. Она доминирует на рынке муковисцидоза. И она хочет занимать 100% рынка, чтобы лечить прям вот каждого человека с этим заболеванием. Независимо от степени тяжести. То есть она хочет вообще весь этот рынок забрать себе. А рынок большой и интересный. Но у компании есть и определенные проблемы. Они сейчас разрабатывают новые методы лечения. Это технология CRISPR. Это генетические методы лечения заболеваний. Казалось бы, это очень перспективно, интересно в долгосрочной перспективе. Но есть одно но. Это очень долгий путь. И это очень затратный путь. И денег придется тратить много. И будут ли какие-то результаты, и когда они будут, еще неизвестно. То есть с точки зрения прагматичного инвестора, который хотел бы зарабатывать прямо сейчас, это как бы не очень хорошо. То есть мы вкладываемся в некие рискованные проекты, которые в перспективе могут дать много, а могут не дать ничего. Но вот эти вот риски, которые с другой стороны оборачиваются перспективами, нужно держать в голове, когда вы Vertex все-таки приобретаете. На мой взгляд, это определенная компания роста. Компания очень хорошая, интересная и дешевая даже по текущим котировкам. То есть это первая из списка бумага, которую, наверное, по текущим котировкам можно приобретать. Я вам ничего не советую и рекомендую вам все проверять самим и принимать решения исключительно самостоятельно. Я тут лишь высказываю свое собственное мнение. Но это мое мнение. Оно было подкреплено моими деньгами. Я вот на этом падении эту позицию докупил. Следующая компания это Equinix. И это Real Estate Investment Trust. То есть это рейд. О боже, как сюда попал рейд. Вообще интересно. Смотрите, рыночная капитализация 70 миллиардов долларов. Но на самом деле это рейд непростой. Это рейд золотой. Потому что этот рейд занимается центрами обработки данных. У него порядка 210 центров обработки данных в 35 странах по всему миру. Около 10 тысяч корпоративных клиентов. Есть и клиенты, которые оказывают облачные IT-услуги. Есть поставщики контента. Есть сетевые и мобильные услуги. Есть и клиенты, которые занимаются финансовыми услугами. То есть у них очень такой дефрифицированный набор клиентов. Клиентами этой компании являются и Verizon, и Oracle, и Salesforce, и Zoom Communications. То есть это не просто рейд. Это рейд, который занимается очень перспективной вещью, а именно центрами обработки данных. Давайте посмотрим на показатели данного рейда. Если мы возьмем долговую нагрузку, то тут, в принципе, как и у всех рейдов, долговая нагрузка высокая. Покрытие долга кэшем 19%. Но на самом деле для рейдов это вполне неплохо. Даже закредитованность для рейда очень себе неплохая. 60% вполне умеренная. Долг и беда. Классический высокий, но на самом деле рейты нужно оценивать не по прибыли и не по ебеда, а по funds from operations. Я думаю, что видео по рейтам, на какие рейты стоит посмотреть, как их оценивать и как выбирать, мы скоро сделаем. Если вам будет интересно. Кстати, если вам будет интересно такое видео по рейтам, то обязательно напишите в комментариях, чтобы я понимал. И на показатели рентабельности и маржинальности тоже, наверное, можно не смотреть, потому что все-таки они будут не совсем корректны, потому что в основе них закладывается не funds from operations, а чистая прибыль. Но смотрите, что мы имеем с выручкой. Выручка компании растет совершенно замечательными темпами. Но эти темпы роста, они все-таки немножко снижаются. Казалось бы, на всей вот этой вот истерии с коронавирусом, пандемией, удаленной работой, облачные услуги должны набирать спрос, но видите, пока нет. Темпы роста стали однозначные. То есть, если тут темпы роста были 20-30-40%, в последние кварталы мы видим темпы роста меньше 10%. То есть, выручка компании растет, но мы можем сделать вывод, что она все-таки замедляется. И давайте здесь посмотрим лучше не на агрегаторы, а на презентацию компании, которую я открыл для вас специально заранее. Итак, смотрите, выручка компании, вот как мы видели, растет, но темп так себе. И самое интересное, что у них большая часть выручки это recurring revenue. То есть, это постоянная выручка, скажем так, постоянная подписка их клиентов. И эта подписка, она уже не будет падать. То есть, это та выручка, которую они уже за собой закрепили и, ну, которая у них будет оставаться. Но темпы роста, все-таки, как вы видите, они не такие высокие, они однозначные. По EBITDA, EBITDA у компании тоже растет. Adjusted funds from operations тоже растет. Но, как вы видите, темпы роста и EBITDA, и EBITDA, они 9-11%. А funds from operations, квартал к кварталу, растет низкими темпами. Но к прошлому году мы видим достаточно неплохой рост в размере около 20%. И что интересно, эта компания платит дивиденды практически 1,5% дивидендной доходности. То есть, это первая из компаний, которые мы рассматриваем, которая платит дивиденды. К плюсам данной компании можно отнести, естественно, вот этот вот дивиденд. То есть, эта компания, которая претендует на компанию роста, тем не менее, она платит дивиденды. К плюсам можно отнести тренды на удаленную работу, которые все-таки могут привести к тому, что центры обработки данных будут расти. К плюсам можно также отнести улучшение прогноза по AFFO, Adjusted Funds from Operations. А вот к минусам можно отнести то, что все-таки это rate. И он имеет такой, ну, относительно, наверное, проблемный баланс. К минусам можно отнести то, что компания имеет очевидные темпы, очевидное замедление темпов роста выручки. К минусам можно отнести то, что все-таки темпы роста у нее не такие высокие. И хотя, смотрите, вот прогнозируется EPS, рост следующие 5 лет 23%. Чисто номинально к минусам можно было бы отнести низкие роа и роя. Но мы понимаем, что тут заложена чистая прибыль, а нужно рассматривать компанию по показателю Funds from Operations. Поэтому и P на E и PEC мы с вами не будем рассматривать. И если посчитать, то на самом деле соотношение price к Funds from Operations у компании составит 32. Ну, на самом деле для компании, для rate с такими темпами роста это еще более-менее. Но вообще, в принципе, для рейтов price к Funds from Operations 32 это очень дорого. Это вот реально очень дорого. Ну, что мы имеем в результате? Компания очень дорогая. Компания растет, но темпы роста снижаются. Компания лидер в своей отрасли. Но, да, она, наверное, будет расти, но дивидендная доходность у нее даже есть, но низкая. Стоит ли эту компанию приобретать? Честно, пока из-за своей вот этой вот дороговизны и снижения темпов роста она мне нравится не очень. Я как мыслю, если есть компании растущие, то я по адекватным каким-то более-менее близким ценникам лучше приобрету реально какие-то более растущие компании, которые темпы роста своей не теряют. Чем рейд, который платят полтора процента. Ну, то есть, в принципе, Equinix, он, в общем-то, за счет своей специфики интересен, но в моменте дорог. Восьмая компания это Dexcom, компания сектора HealthCare, капитализация уже 40 миллиардов долларов, то есть, компания уже такая относительно небольшая. Компания занимается разработкой системы мониторинга глюкозы для диабетиков. Она содержит в себе датчик, передатчик и приемник. То есть, вот такие вот устройства, есть мобильные приложения, практически в режиме реального времени все это мониторится. То есть, на самом деле, продукт очень классный и интересный. Давайте посмотрим на показатели Dexcom. Выручка росла последние пять лет 41%, прибыль росла 41%, темпы роста замечательные. А вот перспективы по росту прибыли на акцию 26,9%, то есть, уже поменьше. А вот сколько компания стоит P&E 136, форвардный P&E 98 и PEC 5,09%. Тут эту компанию можно сравнить разве что только с ServiceNow. Она реально очень дорогая, то есть, соотношение P&E к росту, оно очень высокое. Компания достаточно переоцененная. Давайте посмотрим на показатели. Начнем с баланса. Как мы видим, баланс тут беспроблемный, потому что кэш перекрывает долги в полтора раза. Закредитованный 61%, а вот за счет проблем с прибылью, депт к EBITDA 486 высокий, покрытие процента 394 низкое. Но за счет того, что долг покрыт, я считаю, что с балансом проблем нет. Давайте посмотрим на рост выручки. Смотрите, как у нас растет выручка, какой красивый график. Но на самом деле темпы роста выручки тут снижаются. То есть, все-таки тут были темпы роста выручки выше. Хотя и сейчас вот темпы роста 26, но тем не менее мы тут видим некое снижение темпов роста. Если мы посмотрим на операционную прибыль, то мы увидим то, что компания вышла на операционную прибыль только буквально вот недавно. Третий квартал 2019 года. И до этого компания была убыточной. То есть, она только недавно начала зарабатывать деньги. Ну и тут прямо такого серьезного роста пока не видно. Если мы посмотрим на чистую прибыль, то мы тоже видим, что компания деньги начала зарабатывать относительно недавно. И большого роста тут на самом деле тоже нет. Если посмотреть чисто номинально на маржинальность, то мы видим, что маржинальность по операционной прибыли 16%, по чистой прибыли 12%. Ну неплохо, но звезд с неба не хватает. Роя 21%, можно назвать бизнес эффективным. Рентабельность активов 8%, ну нехорошо, неплохо, вполне себе такой нормальный показатель. Что же можно в итоге сказать по компании Dexcom? К плюсам можно отнести, в принципе, хороший баланс, хороший рост показателей, особенно выручки. Неплохие относительно рои, относительно неплохая маржа, относительно высокий таргет прайс 462 доллара относительно текущих котировок. То есть, все-таки аналитики закладывают рост. Но к минусам можно отнести то, что нет особых каких-то подвижек по операционной чистой прибыли. То есть, компания совсем недавно вышла в плюс, и пока она там, ну не сказать, чтобы она сильно как-то росла. В итоге, что мы получаем? Что компания имеет очень крутой продукт. Сейчас она делает продукты в основном для пациентов, которые находятся на интенсивной инсулинотерапии. Таких пациентов порядка 3,3 миллиона. Но они хотят выйти на рынок неинтенсивной терапии. И таких пациентов только в США порядка 27 миллионов человек. А это увеличение рынка, скажем так, практически в 10 раз. Плюс есть еще клиенты за границей. Об этом тоже нужно понимать. Но очень большой проблемный момент. Эта компания сейчас сталкивается с конкуренцией. И со стороны других производителей, основной из которых это Abbott. У Abbott гораздо шире линейка продуктов в этой сфере. И сама компания Abbott более крупная. Поэтому мне видится, что в силу такой конкуренции, рост дальнейший Dexcom не будет таким высоким. И маржинальность тоже даже может снижаться. То есть Dexcom не делает какую-то уникальную продукцию. Поэтому для своего соотношения риск-доходность, цены к темпам роста и так далее, я вижу, что PEC 5 и PNE 136 это очень дорого. То есть компания перспективы имеет, но имеет и риски конкуренции. И пока по таким мультипликаторам это для меня очень дорого. Поэтому Dexcom скорее нет, чем да. Девятая компания DR Horton. Это компания, которая занимается строительством. Вот интересно, да? В компании роста попадает строительная компания. Компания работает в 29 штатах. И строит она частные дома, особняки. Имеет 90% дохода от именно продажи домов. Плюс она также занимается ипотечным финансированием. Но основной их бизнес, как я уже сказал, это строительство домов. Компания работает под четырьмя разными брендами для разных уровней клиентов. То есть есть бренд уровня эконом, есть бренды для среднего класса и есть элитные бренды для состоятельных клиентов. И смотрите, что у нас с показателями. Рост выручки последние 5 лет 17%. Рост прибыли последние 5 лет 23%. И рост прибыли на акцию в следующие 5 лет 15-8% в год. То есть мы видим, что темпы роста ниже, чем у тех компаний, которые мы рассматривали ранее. Но посмотрите на ценник. P на E не 100, и не 110, и не 117. P на E 11,7. Форвардный P на E 8,74. По сравнению с теми компаниями, которые мы смотрели раньше, это просто смешно. PEC 0,74. Внимание, самый низкий показатель среди всех компаний, которые мы смотрели. Только у Vertex было 0,82. А у Horton 0,74. То есть это самая дешевая компания из нашего списка. С балансом у нас все нормально. Долг не намного больше, чем денежные средства. Долг на 71% покрывается кэшем. Закредитованность низкая, 37%. Долг и беда 1,44. Низкий. То есть эти долги у компании вообще никаких проблем не возникают. Обслуживать их эти долги очень просто. Altman достаточно высокий, 5,54. То есть с точки зрения баланса все прекрасно. Давайте посмотрим на рост выручки. Тут смотрите. Компания имеет шикарный рост выручки с 2010 года. Мы видим 2008, 2009. Тут тоже наверное сказался кризис, хотя компания еще раньше стала падать. Тут да, определенно было снижение выручки. Кстати нужно посмотреть, разобраться почему. Но вот начиная с 2010-2011 года компания постоянно росла. Да, нужно заметить, что тут темпы роста снижаются. Здесь они были вообще двузначные, 40-50%. Космические для такой компании. А тут она уже стала расти чуть помедленнее. Однозначные темпы роста. Но последний квартал, смотрите, 27% темпы роста. Шикарный. Давайте посмотрим на операционную прибыль. По операционной прибыли мы видим здесь такую же картину с просадкой и убытками операционными. Тут мы начали расти. И опять последние кварталы очень хорошо росла операционная прибыль. 30-30%, а тут 60%. Чистая прибыль. Ну примерно такая же картина. Смотрите, как хорошо мы выросли в последние кварталы. И вот последние вообще 10 лет у нас рост достаточно неплохой наблюдался. Маржинальность. Здесь вот эту просадку мы не будем смотреть. Но если смотреть на маржу, то маржа валовая 24%, операционная 14%, чистая 11%. То есть для строительной компании такой уровень маржи вполне себе неплохой. Если посмотреть на рентабельность капитала 22%, компанию можно назвать эффективной. Рентабельность активов 13%, 13,8%, почти 14%. То есть тоже это очень эффективная компания для своей отрасли. Более того, компания платит дивиденды. Конечно, дивидендная доходность меньше 1%. Но покрытие дивидендов, дивиденд по аутрейше, смотрите, 0,11. Они платят всего 11% чистой прибыли в виде дивидендов. Давайте посмотрим на дивиденды. И мы видим, что дивиденды, они наращивают с 2014 года. У них очень хорошо растут дивиденды. И самое интересное, что задел роста этих дивидендов, он еще есть. То есть компания всего лишь 0,72 доллара выплачивает на акцию, а зарабатывает на акцию EPS, смотрите, сколько? 6,42, 6,5 долларов. То есть она еще может платить и платить. Итак, что мы имеем по компании Horton? С балансом у нее все нормально. У нее есть очень такой неплохой рост выручки. Но темпы роста низкие, ниже чем у остальных, они снижаются. Последний квартал был очень хороший. Рост прибыли у нее замечательный. Маржа у нее стабильная, растущая. Рентабельность активов, рентабельность капитала высокие. Платит дивиденды меньше 1%, но платит она всего 10% от чистой прибыли. То есть дивиденды она еще может наращивать очень долго. И самый большой плюс, компания очень дешевая. Она невероятно дешевая. Для своих темпов роста такой P на E и такой PEC это очень дешево. Но есть и минусы. Первый минус. Исследовательский институт жилого строительства сообщил, что более 6 миллионов семей столкнулись с проблемами выплаты ипотечных платежей в сентябре 2020 года. То есть более 6 миллионов семей не смогли платить по ипотеке. И это на самом деле 8,5% всех арендаторов. И это коснулось 7% всех домовладельцев. В январе истекают сроки моратория на выселение. То есть с точки зрения ковида, с точки зрения безработицы, ситуация может быть хуже. Как с точки зрения тех, кто покупает инвестиционную недвижимость, так и с точки зрения ипотечных платежей, так и новых покупок. Но в целом все-таки нужно понимать, что ковид и пандемию мы преодолеем. И пока все-таки глобально в США есть некая нехватка жилищного фонда, что создает конкуренцию и рост на рынке жилья. Более того, пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали понимать, что большие дома с большим количеством места, которые не нужно делить с соседями, это круто. То есть мой дом, моя крепость. Вряд ли кто-то захочет во время пандемии с кем-то жить или жить в маленьких квартирках. Поэтому тренд на большие комфортные дома, в которых было бы комфортно проводить время внутри, не выходя на улицу, это тренд, который может еще сохраниться в ближайшие годы. Кроме того, прогнозы по рынку недвижимости, они достаточно хорошие на следующие пять лет. В итоге я считаю, что Horton это одна из лучших компаний роста, которые есть в этом разборе, просто потому что она очень дешевая. Да, у нее не такие космические темпы роста, как у Амазона или PayPal, но относительно своей цены это оптимальный выбор. Компании Horton у меня в портфеле нет, но если честно, я очень хочу ее приобрести прямо вот в ближайшее время. Как будет возможность, я в эту бумагу обязательно зайду. Мне она интересна и кажется, для покупки даже по текущим ценам. И последняя компания это Paycom Software. Компания уже, как мы видим, небольшая, капитализация всего лишь 18 миллиардов долларов. Чем занимается компания Paycom? Она занимается онлайн расчетом заработных плат, то есть это такой аутсорс сервис и HR. То есть она нанимает сотрудников, занимается управлением расходами, хранением документов и так далее. Если посмотреть, какие у нее есть сервисы, то вот они нанимают людей, они занимаются лейбер-менеджментом, они занимаются зарплатами, они занимаются управлением человеческими ресурсами, как это называется HR-менеджмент и талант-менеджмент. То есть вот такими вещами компания занимается. Давайте посмотрим на показатели. Темпы роста выручки последние 5 лет 37%. Темпы роста прибыли на акцию вообще замечательные 95%. EPS на акцию в следующие 5 лет будет расти 12%. Вот на самом деле прогнозы по росту прибыли у них достаточно низкие. Теперь посмотрим, насколько она оценена. P&E 139, форвардный P&E 93, по отношению к прогнозным темпам роста PEC 10.85. И эта компания у нас самая дорогая среди всех, которые мы сегодня рассматривали. Я поздравляю Paycom, это самая дорогая компания роста из нашего топа. Давайте посмотрим на показатели, что нам вообще за такие деньги рынок продает. Смотрите, по балансу у нее все прекрасно. Долг покрыт кэшем в 5 раз. Закредитованы 75%, нормальная долг, и беда смешной 0.12, прокрытие процентов по долгу почти 500. Ну, в общем, проблем у компании с балансом нет совершенно никаких. Посмотрим на финансовые показатели. Рост выручки. Выручка растет каждый квартал, но очень важный момент. Темпы роста выручки снижаются. Посмотрите, они снижаются постоянно. Операционная прибыль. Операционная прибыль у нас, в принципе, тоже имеет растущие тенденции, но последние два квартала были негативные. Связаны с пандемией. Падение было очень серьезное. Чистая прибыль. Тут мы видим тоже у нас неплохие темпы роста. Последние два квартала, опять серьезное падение. И маржа. Маржа, гроз растущая, космическая, 85%. Операционная маржа и чистая маржа достаточно высокие. 25% и 20% соответственно. Если посмотреть на рентабельность капитала, 29% компанию можно назвать суперэффективной. Рентабельность активов 7,6% уже гораздо ниже. Но, тем не менее, вполне себе разумное значение. Итак, что можно сказать о компании Paycom? Баланс у нее идеальный. Кэша у нее много. У нее высокая маржа, высокие роя. И она растущая. Да, она попадает к нам совершенно справедливо на лист, как растущая компания. Но к минусам что можно отнести? Во-первых, это снижение темпов роста выручки. Во-вторых, это снижение темпов роста прибыли. Два последних провальных квартала. Небольшое снижение маржи. Это низкие прогнозы по темпам роста на следующие 5 лет. То есть это 12,8%. Это вот почти как мы видели у Horton. Только Horton стоил по PEC 0,74, а эти ребята стоят 10,85. Согласитесь? Разница есть. И также можно отнести к минусам то, что целевая цена 398. И она уже практически у таргета. То есть сейчас акция стоит 392 доллара. То есть у нее апсайда роста цены акции нет. Дивиденды она не платит. К минусам можно отнести то, что из-за короны очень много малых предприятий столкнулись с проблемами. Многие просто закрылись. И это все влияет на выручку Paycom. Но смотрите, последние кварталы, почему они заработали так мало? Они заявили о том, что они потратили на рекламу гораздо больше, чем они тратили раньше. Вторая вещь. Они заявили то, что они занимаются инвестициями в новые облачные инструменты. Более продвинутые и, возможно, более перспективные. И вот эти вот две вещи, о которых мы сейчас говорим, на которые они тратили деньги и из-за которых они в том числе заработали меньше. Первое – это инвестиции в рекламу. Второе – инвестиции в новые облачные инструменты. Они в перспективе могут дать неплохой профит. Но этот профит пока под вопросом. Следующий момент заключается в том, что выход из рецессии может ускорить рост малых предприятий, вернуть их к жизни и ускорить, соответственно, темпы роста этой компании Paycom. Но для тех рисков, которые у них сейчас есть, для тех темпов роста, которые сейчас есть, для прогнозных темпов роста P&E 139 и PEC 1085 – это очень много. Для меня эта компания является ну уж слишком дорогой, поэтому покупать я ее не буду. Я бы лучше вот среди таких компаний обратил бы внимание, знаете, на что? У меня есть в портфеле Paychex. Paychex. A-P-Y-X. Вот такая вот компания. Занимается она, в принципе, тем же самым. Это HR, поиск сотрудников. Тоже выплата заработной платы. Тут нет таких сумасшедших темпов роста. Но прогнозируемые темпы роста прибыли на акцию 3,3%. То есть не такая крутая технологичная компания. Более высокий у нее там уровень закредитованности. Но ROE 38 и рентабельность активов 11 у нее достаточно высокие. Смотрите, очень высокая маржа по операционной и по чистой прибыли. И по P&E она выглядит достаточно разумно. По P&E она тоже дорогая, потому что темпы роста очень низкие. Зато она платит дивиденды 2,7% и дивиденды неплохие, растущие. Вот эта бумага у меня в портфеле есть. А Paycom для меня пока, честно говоря, дорогая. Итак, давайте подведем некие итоги по разбору нашего топ-10 акций роста. Amazon оказалась действительно классной акцией роста. P&E 2,5. Крутая компания, хорошо иметь в портфеле, но сейчас дороговато. PayPal. Акция роста. Отличная компания, хорошо бы иметь в портфеле. P&E 3,13. Тоже дороговато. Netflix. Тоже интересная компания, стоит иметь в портфеле, но есть риски того, что маржа в стриминге будет уменьшаться. P&E 2. Относительно недорогая, относительно Амазона, PayPal. Тоже хорошая компания. Charter Communications попала сюда скорее по ошибке. ServiceNow. Слишком дорогая компания. P&E 5,39. Не для меня. Vertex Pharmaceuticals. Интересная компания. P&E 0,92. Сейчас в моменте дешевая. Мне она очень нравится. Сам купил. Equinix. Raid. Для любителей Raid с центрами обработки данных в принципе взять можно, но тоже достаточно дорогая. Dexcom. P&E 5. Для меня тоже очень дорогая. Не считаю, что она какая-то уникальная. Тоже столкнется с конкуренцией. Поэтому я вот эти вот риски и снижающиеся темпы роста, скажем так, не оцениваю в те деньги, которые оценивает рынок. То есть для меня компания Dexcom сейчас дорогая. Horton однозначно strong buy. Никого ни к чему не призываю. Сам скажу, да, в портфеле ее пока не имею, но очень хочу купить. Одна из самых интересных компаний данного разбора, потому что она самая дешевая относительно ее темпов роста. Еще и дивиденды платят. И Paycom, самая дорогая по коэффициенту PEC, для меня сейчас кажется очень дорогой. Тут скорее нет, чем да. Итак, если это видео вам понравилось, то пожалуйста ставьте лайки под этим видео. Это очень помогает продвижению канала. Также не забудьте на этот канал подписаться, если вы еще до сих пор на него не подписаны по какой-то причине. Нажимайте на колокольчик в правом нижнем углу, чтобы не пропустить следующие видео. И обязательно пишите в комментариях, какую тему или какую компанию вы бы хотели разобрать в следующий раз. Потому что я учитываю все ваши голоса, и вы сами можете повлиять на то, какую компанию или какую тему мы будем разбирать в одном из следующих видео. Так что пользуйтесь и пишите в комментариях. Но перед тем, как написать, пожалуйста, посмотрите, не разбирали ли мы уже эту компанию раньше. Это можно сделать, если нажать в правом верхнем углу на плейлист «Обзоры компаний». Можете туда перейти, посмотреть, есть ли там интересующая вас компания или нет. Если нет, то смело пишите свой голос за ту компанию, которую вы хотите разобрать. Также я рекомендую вам подписаться на свою страничку на Патреоне. Там я публикую свои портфели и сделки. А самое главное, я публикую там закрытую аналитику для патронов. Тут мы разбираем достаточно большое количество компаний. Вот у нас была целая серия, где мы разбирали компании, которые занимаются вакцинами или лекарствами от COVID. Это был Regeneron, Sanofi, Johnson & Johnson, Biontech, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax. В общем, практически всех основных игроков мы разобрали. Также тут еще достаточно много интересных разных компаний, таких как Iron Mountain, Mail.ru, Nokia, разборы игровой индустрии, разбор CVS Health, лучшие акции для инвестиций в 5G, Roku, кибербезопасность Palo Alto, Mercado Libre. Это e-commerce достаточно интересный. Разбирали ETF-ки в секторе кибербезопасности, Alterix, Chevron, Vion, Bristol Myers, ну и так далее. Достаточно много интересных статей и заметок. Поэтому, если вы еще на Patreon не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Я думаю, это вам будет интересно. Стандартная подписка на Patreon стоит 5 долларов в месяц, плюс НДС. Ссылочку на Patreon я оставлю в описании под этим роликом. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание, друзья, и желаю вам удачи в инвестициях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok